Assassin's Creed вместе с Ubisoft могут продать. GTA 6 обзавелась новыми, но интересными инсайдами. Bloodborne 2 может оказаться реальностью, а проблемы Battlefield 2042 спихивают на Halo Infinite. Как вы понимаете, это далеко не все новости последних дней. Но перед началом я бы хотел вам рассказать про наш телеграм-канал, где мы публикуем интересные новости, мемасы, разную жизу и прочий контент. Ссылка на него будет под видео и в комментариях, буду рад вас там видеть. Но прежде чем начать, если вы тут впервые можете подписаться и не забывайте нажать лайк, буду благодарен. А теперь погнали к новостям. Начнем с лучших ответов на вопросы. JC в своем стиле подтвердила намерение выпустить сиквел в конце года. Комьюнити-менеджер побеседовал с игроками в Дискорде Stalker 2. Один из вопросов игроков касался второго потенциального переноса проекта. На это представитель студии ответил «У нас есть официальная дата выхода, и изменения тут не планируются». Похоже, JC действительно хочет выпустить Stalker 2 до конца текущего года. Но если студия не будет успевать, то ей все равно придется пересмотреть график. Впрочем, мы переноса не отрицали до самого его анонса. Тем не менее, ждем показа геймплея или хотя бы рендера бутылки с водкой и консервов «Завтрак туриста». На фоне продолжающейся консолидации в игровой индустрии, GenDeer Ubisoft FGamer решил заявить, что компания, создавшая Assassin's Creed и Far Cry, может оставаться независимой, но рассмотрит предложения других компаний о своем приобретении. И тут Фил Спенсер сразу же оживился. Во время отчета перед инвесторами, GenDeer был задан вопрос о том, ограничить ли сферу влияния компаний объединения других студий в крупные конгломераты. В ответ на это гендиректор сообщил, что Ubisoft может оставаться независимой, но в то же время будет рассматривать любые предложения о своем приобретении от сторонних компаний. Позже он ответил на еще один щекотливый вопрос. Почему Ubisoft до сих пор не получила никаких вариантов оферты от заинтересованных лиц? По словам гендиректора, компания открыта к любым интересным предложениям о своем приобретении, однако студия не занята тщательным поиском потенциального покупателя. Подозрительно, неужели конвейерные серии уже никому не нужны? Хотя стоп. Ну а Фромы выкатили шестиминутный трейлер ролевого экшена Elden Ring. Он пересказывает завязку и потенциальные занятия в Междуземье. Команда Миядзаки поведала про исследование сюжетных и побочных подземелий. Путешествия на Торренте, звучит это смешно конечно, по открытому миру, общение с NPC и индивидуализация героя. Также они показали призыв духов помощников и рассказали о кооперативе, сборе ресурсов и крафте, боевой системе с колюще-режущим оружием и магией. Ценители фэнтези в роли одного из погасших будут разыскивать великие руны, осколки разбитого кольца Elden, источника огромной силы, локации, подземелья, а также местную агрессивную фауну. Болит прохождения начнется 25 числа. Ubisoft сообщила, что доход от продаж Assassin's Creed Valhalla превысил миллиард долларов, тем самым сделав проект рекордсменом во флагманской франшизе компании. А что это значит? Да, вы все верно поняли, это означает, что конвейер и не подумает остановиться. Хорошей новостью поделился глава Ubisoft и в гейма во время последнего собрания с инвесторами. Ожидается, что DLC Заря Рагнарёка станет самым большим дополнением в истории Assassin's Creed. До 1 апреля 2023 года выйдут Skull & Bones, Avatar Frontiers of Pandora, Mario plus Rabbids и другие проекты. У God of War Ragnarok все еще нет точной даты, и это заставляет некоторых предположить, что релиз могут вновь задержать. На Reddit кто-то даже создал обсуждение с вопросом, возможно ли, что Ragnarok будет отложено до следующего года. Однако в комментарии заглянул редактор Bloomberg Джейсон Шрайер, ответив коротким «нет». Ранее проходил слух, что God of War Ragnarok может выйти в сентябре. Если это так, продвижение игры со свежими новостями и материалами могут начать уже в скором времени. Хоть конкретных подробностей о GTA 6 по-прежнему нет, однако авторитетный инсайдер T100, который сливал самые важные анонсы Rockstar, подтвердил последние слухи. Согласно данным анонимуса, геймплей GTA 6 можно будет увидеть уже в этом году, а весной появятся первые детали игры. Тесс убежден, что в Rockstar собирается выпустить полноценный трейлер шестерки в течение года. Больше информации он предоставить не может, рекомендуют дождаться новостей от самих разработчиков. Инсайдер добавил, что геймплейный трейлер будет во многом похож на анонсирующий трейлер GTA 5, где был показан окружающий мир. Разработчики готовы что-то рассказать или даже показать в марте или мае, но эти планы еще обсуждаются. Так или иначе, прислушаемся к информатору и подождем официальной инфы. Шикарные новости, господа! Активистка движения за социальную справедливость Сэм Мэкс покинула компанию Espy, которая занимается разработкой Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Казалось бы, да и хрен бы с ней, но она проработала над ремейком которой около 9 месяцев, что не на шутку настораживает. Правда, по информации блогера Мэти Плейс, у активистки закончился контракт, который не стали продлевать. А ее вклад в ремейк был, благо, незначительным по сравнению с другими сотрудниками студии. Фанаты франшизы позитивно отреагировали на эту новость, так как изначально были недовольны назначением SJW-активистки, которая должна была работать над сценарием. Просто как камень с души фанатов оригинала. Как вы помните, недавно стало известно о существовании небольшой стелс-игры, выросшей из масштабного дополнения к Assassin's Creed Valhalla. По словам Шрайера, проект проходит под кодовым названием Rift, и его главным героем станет Bassim. Но в ходе недавнего отчета Ubisoft отказалась обсуждать слухи об Assassin's Creed Rift, но упомянула кодовое имя игры, фактически подтвердив существование проекта. Цитата, «На собрании с инвесторами Ubisoft сказали, мы больше не станем комментировать данный слух». Но назвали игру Rift, практически подтвердив информацию. Журналист Джефф Грабб обмолвился о ходе разработки следующей номерной части ролевой серии Dragon Age. По данным его информаторов, условная Dragon Age 4 находится в очень хорошей форме. Команда BioWare не отстаёт от графика и вовремя достигает всех намеченных этапов производства. Несмотря на это, ближайшие полтора года, если верить Граббу, на выпуск игры можно не рассчитывать. До релиза всё ещё как минимум 18 месяцев. Так что не в начале 23-го, возможно, в конце. EA, к слову, не имеет планов по обновлению трилогии. Известно, что продолжение находится в той или иной форме разработки как минимум с 2017 года, когда был написан ранний вариант сюжета. Как вы понимаете, это не все новости про Ubisoft. Они вспомнили о разработке пиратского приключения Skull and Bones и повторили, что игра выйдет в течение следующего фингода. Ubiqui также подтвердили направленность проекта. В первую очередь это многопользовательская игра. Выход переносили бесчисленное количество раз. Общаясь с инвесторами, финн-директор Юби представил обновленную информацию о новом направлении игры после её внутренней перезагрузки в 2020 году. Проект будет делать ставку на онлайн-соревнования и совместную игру в большом открытом мире с элементами фэнтези. Конечно, разработка игры заняла много времени, но мы очень довольны художественным направлением и прогрессом игры, добавил он. Они тогда перезагрузили разработку и сделали её игрой-сервисом. Чем сейчас является игра, доподлинно неизвестно. Но Том Хендерсон говорил, что в Skull and Bones будут элементы выживания, а также можно собирать ресурсы и строить собственный корабль. Годы напролёт ведутся дебаты и горячие споры о существовании Bloodborne 2. Фанаты мрачного тайтла твердят, что выход второй части игры вот-вот состоится, а менее оптимистично настроенные инсайдеры заявляют о том, что работа над сиквелом даже не планируется. Однако, возможно, поклонники Bloodborne всё же могут надеяться на продолжение истории Охотника. Недавно Шухей Йошидо намекнул на то, что играл в некий неанонсированный Souls-like тайтл. Далее он разместил твит со списком игр, с которыми он недавно ознакомился, и там было два таинственных проекта. Первый — неизданная головоломка, второй — не выпущенный Souls-like. Тут сразу можно было бы сказать, да это же братва и кольцо, но нет. Глава PlayStation Indie сделал интересную оговорку — последний тайтл не Elden Ring. Очень велика вероятность того, что это Salt and Sacrifice — продолжение, получившее признание критиков в Salt and Sanctuary, дата выхода которой была объявлена совсем недавно. Однако, учитывая, что игра уже анонсирована, писать её название таким загадочным образом не имеет смысла. Поэтому неудивительно, что в сети опять начались споры о существовании Bloodborne 2 или его ремейка. Как бы то ни было, нам остаётся лишь ждать анонса этого загадочного спайси-соуса. До середины 2023 года Microsoft надеется закрыть сделку по покупке холдинга от Tbilis. Но партнёры почти не говорили о том, как она вообще стала возможной. Ответы на некоторые из этих вопросов есть в документах, предоставленных акционерам. Редакция The Verge изучила их, и вот что удалось выяснить. Инициатором сделки была Microsoft. Фил Спенсер предложил Бобби Котику обсудить стратегические возможности 19 ноября, через несколько дней после выхода расследования Wall Street Journal, нацеленного на Котика. Уже на следующий день Котика связали с Сати и Наделлой, руководителем Microsoft. Далее топ-менеджер сообщил, что майки заинтересованы в стратегическом объединении, хотя до этого Tbilis пытались найти другого покупателя. Но ни один из партнёров не смог или не захотел их купить. Microsoft действовала очень решительно. Все переговоры заняли два месяца, условия согласовывались очень быстро, что в итоге вылилось в то, что сейчас имеет мистер Спенсер. Battlefield 2042 давно утонула в отрицательных отзывах, а петиция о возврате средств за покупку уже собрала подписи более 200 тысяч пользователей. Это привело к тому, что проблемный запуск шутера снова рассматривался руководством EA на недавней встрече. Во время обсуждения в EA заявили, что на восприятие Battlefield 2042 повлиял ранний запуск мультиплеера Halo Infinite. Мол, после релиза шутера DICE выпустили патчи первого и нулевого дня, чтобы уменьшить количество багов. Затем они сказали, что на старте 2042-й был стабильный и ранний приём был хорошим. Однако, согласно словам EA, всё изменилось, и причиной этого стал внезапный релиз мультиплеера Halo Infinite. Сравнение этих игр было не в пользу 2042-го. Сетевой режим Halo оказался хорошо отполирован, в то время как их шутер содержал ошибки и не был таким отполированным. Высказывание вызвало негодование игроков, которые указывали, что EA и DICE готовы винить кого угодно кроме себя в ситуации с батлой. Однако, вице-президент по коммуникациям EA Джон Резебург заявил, что это высказывание было вырвано из контекста, и на самом деле речь шла о важных уроках и дальнейших действиях, которые мы предпринимаем, а не о том, чтобы обвинить внешние факторы. Embracer Group на сессии вопросов и ответов компании упомянули зомби-экшен Dead Island 2 на фоне недавних слухов. Как вы помните, на прошлой неделе я рассказывал, что Dead Island 2 якобы находится в приличном состоянии и может быть выпущена уже в конце года. В ходе презентации Embracer ведущий сессии обмолвился о слухах вокруг Dead Island 2 и заявил, что ожидает выход игры в следующем финансовом году, то есть с 1 апреля 22 по 31 марта 23. По неподтвержденной информации, ПК-версия станет экскрузивом EGS, а консольный релиз ограничится лишь приставками нынешнего поколения. Руководитель Hello Games Шон Мюррей прокомментировал выпуск обновления Sentinel для No Man's Sky. Команде постоянно приходят новые идеи, поэтому список потенциальных новых функций для игры, несмотря на целый ряд уже реализованных, короче не становится. План развития он сравнил с картиной, которую никак не могут закончить. Авторы делают широкие маски кистью, а каждое обновление вносит мелкие детали и добавляет дополнительные штрихи. К слову, в Sentinel была переработана боевая система, добавлены новые виды оружия и типы Стражей, с ними теперь связана цепочка заданий. Улучшено поведение врагов, исправлено множество багов и введены корректировки баланса. Помимо прочего, версия для ПК получила поддержку AMD FSR и была полностью оптимизирована для работы на Steam Deck. Вот это очень редкий пример разработчиков, которые после шквала справедливой критики не стали огрызаться, вы токсики, а взяли себя в руки и вытащили игру из полнейшего дерьма. Они действительно выполнили данные обещания и сделали даже чуть больше. В общем, респект. Джефф Граб поделился новым интересным фактом. EA не запланировали никакого мероприятия на лето, что довольно необычно. Учитывая, что ранее компания ежегодно организовывала свое цифровое мероприятие рядом с Е3, посвященное предстоящим релизам. Инсайдер отметил, что это может быть связано с малым количеством готовых игр. Компания может провести мероприятие позже, когда ей будет что показать. Либо сосредоточиться на отдельных анонсах в течение года. Например, Star Wars Jedi 2, вероятнее всего, будет представлена в мае, либо в рамках Дня Звездных Войн. В то же время нас ждет анонс Need for Speed, у которой, судя по всему, есть проблемы с разработкой. Кроме того, EA, похоже, является не единственным издателем, кто находится в таком же положении. Mantfish не собирается переносить Atomic Heart на Unreal Engine 5 по причине технических проблем, которые могут возникнуть при переходе на новый движок на завершающей стадии разработки проекта. Авторы игры оценили данную возможность, но в результате отказались от нее, чтобы предоставить оптимизированный продукт. Им бы стоило подсказать это и GSC. Кроме того, команда не планирует включать мультиплеер в окончательный релиз, но не исключает такой возможности в будущем. Сейчас они хотят полностью сосредоточиться на создании идеальной сюжетной кампании. Группа бывших сотрудников CDPR во главе с руководителем разработки The Witcher 3 Wild Hunt Конрадом Томашкевичем учредила в Варшаве новую игровую студию Rebel Wolves. Студия приютила голодных до большего ветеранов индустрии. Несмотря на польскую прописку, команду в студии строит многонациональную, помогает удаленный режим работы. Помимо Томашкевича, там числятся дизайн-директор оригинального Ведьмака Даниэль Садовский, сценарист The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 Якуб Шамалек, худрук Бартоломей Гавилл и другие узнаваемые не очень личности, создавшие The Witcher 3. Дебютным проектом Rebel Wolves станет крупнобюджетная мрачная фэнтезийная RPG на Unreal Engine 5 и с упором на сюжет. Релиз ожидается на ПК и консолях нынешнего поколения. Они обещают, что игра должна стать началом целой саги. Мне одному кажется, что они запланировали создать свой Ведьмак с лютиком и чародейками. 2K Games подтвердила разработку новой Bioshock больше двух лет назад, однако игра до сих пор не представлена. Не исключено, что анонс состоится позже запланированного. Инсайдер Oops Leaks сообщил о серьезных проблемах в студии Cloud Chamber, которые поручили работу над проектом. Студия потеряла около 40 сотрудников, в числе которых оказались ключевые разработчики. Некоторые покинули студию по собственному желанию, других уволили по разным причинам. Так или иначе, подчеркивает он, речь идет скорее о реструктуризации, нежели о производственном аду. В команду уже набирают новых специалистов. Из-за перестановок анонс могут перенести на более поздний срок. По сведениям, 2K Games недовольна текущим состоянием проекта и темпами производства, хотя планируют выкатить проект в 2024 году. По словам редактора Windows Central Джесса Кордена, выход и в Out может состояться в следующем году. За разработку отвечают авторы The Outer Worlds, Pillars of Eternity и Fallout New Vegas. Игра будет доступна на актуальных консолях семейства Xbox и PC. Корден также сообщил, что разработка Obsidian Entertainment выходит на новый уровень. Журналисту кажется, что с деньгами Microsoft студия выпустит сильную игру, гораздо мощнее, чем The Outer Worlds. С большой командой и опытом работы с Unreal Engine и тому подобным, Evout является для Джесса одной из самых ожидаемых игр. Разработчики античита для Call of Duty Warzone продолжают дорабатывать свой инструментарий, сообщает GameMag. Недавно фирменный рикошет получил возможность наделять постояльцев шутеров, встретивших мошенников, неуязвимостью к их урону. Система щит-урона, которая уже появилась на серверах Call of Duty Warzone во всем мире, блокирует критические попадания от мошенников. Она срабатывает, когда игра обнаруживает читера. Впрочем, авторы следят, чтобы инструментарий не реагировал при сражениях с нормальными игроками, умеющими играть в Battle Royale. Его работа показана в ролике. Хорошая античит-система. Мое почтение, так сказать. Также появились новые детали мультиплеера Call of Duty Modern Warfare 2 от надежного инсайдера The MW2 Ghost. Итак, игроки будут двигаться быстрее, чем в MW 2019, но медленнее, чем в Vanguard. Дизайн карт будет схож с тем, что был в MW, при этом карты из первой части могут перекочевать туда с новым мап-дизайном или послужить прототипом. Среди серий убийств будут как привычные, так и новые, вроде звуковой волны, которая будет искажать окружающие звуки соперникам. Теперь баги со звуком станут фичей игры. Также может быть использована мини-карта из MW 2 2009 года, однако не исключено, что это будет мини-карта, схожая с MW 19. И главное, кросс-гену всё-таки быть. Contraband стала игрой по новой IP от разработчиков Just Cause. Согласно официальной инфе, игра станет кооперативным боевиком в открытом мире, однако детали и ключевые механики авторы не раскрывают до сих пор. Редактор Windows Central Джас Корден заявил, что знает, что это будет. Он получил описание структуры, которая будет приключением с боями на машинах. Игроки сразу планируют ограбление и перевозку контрабанды, а затем выполняют задания. Идея состоит в том, чтобы провернуть дело без убийств. Взамен этого вам необходимо вывести из строя вражеский транспорт, пробить колесо и тому подобное. Разработчики собираются сделать своего рода тактический экшен, в котором обнуления рассматриваются в качестве крайней меры. Ну а я приглашаю вас всех обсудить последние новости в комментариях и уже жду вас там. Также будем рады видеть вас у нас в Дискорде, на лайв-канале и Телеграм-канале. Ну и приглашаю подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV! Смотрите и играйте вместе с нами! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...